Мир вам, братья и сёстры, и христиане! Есть позиция некоторых христиан, и я помню один из комментариев, который написал один брат на канале «Любящий истину», и он сказал следующее, что «зачем нам дары?» Это было когда-то в прошлом, у нас есть Библия. И давайте порассуждаем по этому поводу, чтобы поступать и мыслить именно как учит Слово Божие, а не как просто нам хочется, или мы имеем какое-то своё мнение. Наше мнение должно подчиняться мнению Господа, чтобы мы действительно имели ум Господень, а ум Господень мы можем сформировать благодаря Слову Божьему. Если учит нас сама Библия, и в частности Новый Завет, о том, что нам не нужны дары, значит, будем так поступать. А если учить что-то иного, то надо поступать так, как учит Слово Божие, потому что написано, что «Слово моё, сам Господь сказал, будет судить нас, христиан, в последний день». «Слово моё будет судить его в последний день». Новый Завет, он отличается от Ветхого Завета. И прежде всего отличается тем, что это служение Духа. «И залью на каждую плоть». Где больше Бог хочет активности, самостоятельности каждого члена Церкви. Где открывается, разговаривалась завеса, и мы через имя Господа нашего Иисуса Христа открывается нам прямой доступ к Отцу. И Он даёт нам силу через крещение Святым Духом, как мы и читаем. И это время как раз и считается началом Церкви, день Пятидесятницы. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненный почил, по каждому, по одному, на каждом из них. И исполнились все Духа Святой, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. «И будет последний день, — говорит Бог, — и зальёт Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями уразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни зальёт Духа Моего, и будут пророчествовать». То есть отчётливо горится, братья и сёстры. Вот в этом отличительная черта Ветхого и Нового Завета. В Ветхий Завет мы только видим, что получали Духа Святого только кто? Пророки Божьи, некоторые священники, некоторые цари, которые угождали Богу. А в Новозаветные времена тот, кто ревнует, просит, он каждый, в том числе и рядовые члены Церкви, они могут иметь Духа Святого. И так было, как правило, в Первопостольской Церкви. Но дело в том, что это не отменяет. Поймите, сам даже Ветхий Завет указывал на то, что будет Новый Завет. Но Новый Завет, он актуален сейчас. И нет никакого новейшего Завета, чтобы отменил Новый Завет. И то, что касается, говорится, Кефесянам, Фессалоникийцам, другим, касается и нас. И то, что было сказано в то время, оно касается и нас. Иначе тогда, нужно сказать, что Новый Завет для нас не актуален. Почему? Одно в Новом Завете мы берём, что нам подходит, другое не берём, потому что мы или не имеем этой практики, или мы придерживаемся какой-то догмы, какой-то доминации. Нет, вы должны быть преданы Слову Божьему, братья и сёстры. Преданность Слову Божьему — это и есть преданность нашему Господу. Как можно сказать, что у нас есть Библия, нам не нужны дары, если сама Библия, сам Новый Завет говорит нам о том, что мы должны ревновать о дарах духовных. Это не просто даже. Мы можем рассуждать, скажем так, с вечера до утра. Кто-то скажет, там, может, нужно дары, кто-то скажет, не нужно. Понимаете? Рассуждать нужно много. Но от христиан требует Бог послушание. И если Слово Божье говорит, достигайте любви, это мы понимаем, это нужно тоже проповедовать и проповедовать в многом церквях настоящей любви. А далее, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Это приказ Бога. Через Слово Божье. Сама Библия учит о необходимости даров. Как мы можем говорить, что у нас есть Библия, зачем нам дары? Или это было когда-то? Когда-то может сказать только некий новейший Завет, который скажет, что это уже всё ветшающе. Это вершающе, как говорит апостол Павел о Новом Завете, что Ветхий Завет — это уже то, что заменено более совершенным Новым Заветом. В этом отличии, поймите, Церкви Божьей, Церкви Новозаветной, именно одно из отличий — это личное общение Богом с каждым человеком и, соответственно, даются духовные дары. Крещение Духом Святым и начало именно рождения Церкви — это излияние Духа Святого. Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычники, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас. Поэтому сказываю вас, что никто, говорящий Духом Божьим, не произносёт анафемы на Иисуса, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различные, но Дух один и тот же, и служение различное, Господь один и тот же, и действия различные, но Бог один и тот же, произвижающий всё во всех. Но каждому даётся проявление Духа на пользу. Одному даётся Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чадотворения, иному пророчества, иному различения Духом, иному разные языки, иному истолкования языков. Всё же сию производит один и тот же Дух, разъявляя каждому особо, как Ему угодно. Тут отчетливо и говорится, что когда нет даров, вы наподобие как язычники. Знаете, что когда вы были язычними, вы ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. А сейчас вы имеете связь с живым Богом, который хочет через духовные дары общаться с вами. И кроме того, еще раз говорю, то, что я читал вам, ревнуйте, это приказ, проявляйте ревность, жажду. О дарах духовных. Для чего нужны дары духовные? Вот эта сила. Прежде всего, для лучшего, более полного, глубокого, правильного понимания Слова Божьего. Не все вы можете путем исследования и анализа понять. Если вы имеете близость с Духом Святым, с Автором, вы можете лучше понять то, что Он говорит своим Словом, что Он имел в виду, в тех или иных строках. Это обязательные условия. Не нужно изобретать что-то своего. Что касается, это было в первоапостольские времена. То есть это как бы не для нас. Ну как, если мы читаем Слово Божие? У веровавших же будут сопровождать сии знамения. То есть отчетливо говорит о будущем времени, о нынешнем времени и будущем. «Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что-то смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Знаете, один был случай. Брат еще старых братьев рассказывал, что вместе шли на служение несколько братьев из баптистов и из пятидесятников. И вот навстречу змея, видно, ядовитая стала как наподобие кобра. Они проходили лесом. И вот те братья, которые были кричены Духом Святым и относили себя как к пятидесятинской общине, взяли специально, сделали из длинных рукавов короткие, подошли, взяли этих змей и выбросили. И ничего им не было. Понимаете? И когда вот эти братья из баптистов, они были в хороших отношениях, но эти вопросы, они были не согласны. Они уверовали и тоже получили кричение Духом Святым. Мы не можем что-то придумать своего. Уверевших будут сопрожрать все знамения. А если так сказано на Слове Божьем, то есть это и говорится, что последнее время, братья и сестры, последнее время, то если последнее время, две тысячи лет назад, то сейчас уже не последнее время, последнее время и залью от Духа моего. Но что может отменить? Кто может отменить? Только лжеучителя и лжеучения себе нарисовать вот эту ложь. Но Бог это не отменяет, потому что Он сам это сказал. Кроме того, сказано, что у верующих будут сопрожать все знамения. Да, будут времена большей активности Даром Духа Святого, меньшей активности. Мы находим в Средневековье, насколько есть история там, меньше было проявления даров Духа Святого. В первые посольские времена больше. Сейчас тоже уже больше, например, нежели в Средневековье есть проявления даров Духа Святого. В XX веке, в XXI веке. Понимаете? Но они должны быть. И прежде всего, ещё раз говорю, для чего нужно ревновать крещение Духом Святым со знаменемных языков? Потому что так говорит Господь, так говорит Слово Божье. Ревнуйте. И не нужно изобретать что-то своего, чтобы мы имели вот эту силу для, прежде всего, для лучшего, правильного понимания Слова Божьего и силу для служения, чтобы жить свято и готовиться к восхищению Церкви. Поэтому я призываю, уберите вот это, как написано, что мы должны убирать те твердыни, которые не по Слову Божьему, в послушание Христу. Откуда учение? Само Слово Божье учит, что это было только в первопостольские времена? Или люди придумали? Не от Духа Божьего. Нет, Слово Божье не отменяет дары Духа Святого. Более того, говорит, ревнуйте, более того, говорит, уверен, что их будут сопровождать все изнамения. Так что будем слушать? Изобретение человека или то, что сказано Духом Святым в Слове Божьем? Бог судить нас будет. По крайней мере, восхищение Церкви — это тоже своего рода некий проборос суда. Кто поднимется, тот прошёл суд успешно. По Слову Божьему или потому, что, говорит, например, тот или иной просвитер или учител и так далее, который говорит не по Слову Божьему. Если учитель говорит по Слову Божьему, аминь. А если не по Слову Божьему, что-то изобретает своего. Где вы найдёте в Писании, где сказано, что это нас не касается дары Духа Святого? Где сказано, что достаточно одной Библии? Более даже того, праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев. Если мы находим в Ветхозаветной временной было около 700 разных ограничений, постановлений, законов и так далее, что нельзя было нарушать. А в Новом Завете, если даже так посчитать, приблизительно, если посчитать, то около сотни. А как же мы тогда должны превзойти праведность книжников и фарисеев? Потому что есть как конституция, как основа, как фундамент Новый Завет. Но остальную работу нужно просить и будет помогать и содействовать вам, и давать силы, направлять, подсказывать Дух Святой через свои дарования. И вы можете жить ещё более свято и чисто, но имея при этом меньше ограничений, непосредственно, которые написаны в Слове Божьем, нежели то, как жили ветхозаветные верующие люди, верующие в Бога люди. В том и разница, что Новый Завет, он более простой с одной стороны, но при этом жить надо более свято и чисто, потому что это есть служение Духа, где обязательно, обязательно нужно, не то, что это хорошо или нехорошо, это обязательно нужно ревновать и просить о дарах духовных, иначе вы сами противоречите. Вы говорите, есть Библия, но вы не по Библии идёте, потому что сама Библия учит о том, что вы, что есть дары духовные и вы должны ревновать о них, что есть возможность получить дары духовные и вы должны ревновать о них, ревновать прежде всего о крещении Духом Святым и после этого, конечно, стараться исполнять то, что указывает Дух Святой, потому что многие тоже, я знаю, крещённые Духом Святым, но далеки от святости, потому что нужно именно, чтобы было водительство Духа Святого, то есть вы имеете Библию, вы ревнуете, просите, получаете дары Духа Святого, они открываемо указывают, как жить, как поступать, они обязательно должны принципиально отвечать Слову Божьему, но они более конкретно что-то вам могут указать, как поступать в той или иной ситуации, и при этом нужно быть исполнителями, то есть нужно исполнять это то, что указывает Дух Святой через дарование Духа Святого, вот это и есть водительство Духа Святого, вот это спасает, а не опираться на мнение людей, что достаточно одной Библии. Если Библия, ещё раз говорю, не бою повториться, сама говорит, что нужно дары, чтобы вы имели полноценную крестьянскую жизнь, чтобы вы могли спастись, чтобы вы могли познавать, что есть Господь, что есть воля Господня, расти духовно. Поэтому я призываю не придумывать своего, не придумывать своего, чтобы не остаться, когда будет, прежде всего, восхищение Церкви, не остаться. И не могли понимать, почему. Потому что не понимали, именно поверхностно понимали, а глубин не понимали Слово Божье. И силы не имели, чтобы исполнять Слово Божье, как должно исполнять. Потому что держались мнения, Библия есть, а зачем нам вот эти дары? Поэтому, кто так мыслит, покайтесь, поймите. Это не я этого, скажем так, хочу от вас услышать. Это Слово Божье требует от всех христиан, чтобы они ревновали о дарах духовных. Поэтому будем послушны. Слово Божье. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин